Я посмотрел несколько записок раковых больных. Еще раз хочу подчеркнуть. Онкология появляется тогда, когда у нас есть агрессия к прошлому или будущему. Если у нас произошла какая-то потеря, обида, и мы ее не простили, не приняли как данную свыше, она сидит в подсознании годами и десятилетиями. Что такое неприятие произошедшего? Это желание изменить прошлое. И мы постоянно отдаем энергию на изменения, но прошлое уже произошло. Постоянная потеря энергии приводит к тому, что появляется раковая опухоль. Поэтому умение принять прошлое, это умение устранить корни раковых заболеваний. Что такое уныние? Это есть агрессия к будущему, это есть неверие в себя. В каком случае человек начинает унывать? Тогда, когда он теряет какую-то цель. Потому что цель дает нам силы, заставляет нас двигаться. Была цель построить дом. Но дом сгорел, и человек не хочет жить. Была цель создать крепкую семью. Но любимый человек ушел. И возникает нежелание жить. Была цель заработать деньги и получить высокий статус. Но мечты развалились. И человек не хочет жить. А потом врачи ставят диагноз онкология. Человек живет в определенной картине мира. И считает, что он живет правильно, и окружающие должны жить так, как он это представляет. И вдруг привычная картина мира, нарисованная сознанием, рушится. И через некоторое время у человека обнаруживает раковая опухоль. Потому что он внутренне потерял цель. Утратил смысл жизни. И у него резкое падение энергии. И это падение тонкой энергии очень опасно для души. И чтобы остановить этот опасный процесс истребления любви в душе, возникает болезнь? В каком случае человек унывать не будет? Когда у него есть цель, которую никто не отнимет. Если цель реализации главного инстинкта, то есть соединения с Богом, то потерять эту цель невозможно, потому что Бог вечен. значит, что бы ни произошло, человек будет сохранять любовь. У него сохранится цель. И при любых несчастьях и проблемах он внутри не будет испытывать уныние. и значит, выживет физически. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok